Хо-хоу! 10 утренних привычек, с которыми нужно распрощаться раз и навсегда. Например, просыпаться. О, нет, не с этой. Если ваше утро всегда начинается с чашки черного кофе и горячего душа, у вас есть причины для беспокойства. Вы и готовы узнать, от каких утренних привычек пора избавиться? Тогда ставьте этому видео лайк и давайте начнем. Номер один. Нажимать кнопку отложить. В полусоном дурмане вы нажимаете отложить, как только будильник начинает звонить. Если нет, тогда у вас на телефоне установлено минимум пять разных будильников. Если это ваш случай, тогда слушайте. Когда вы снова засыпаете на 5-10 минут сразу после пробуждения, ваш организм начинает цикл сна, который не сможет закончить за такой короткий период. Эксперт по сну Тимоти Моргентайлер советует выяснить, сколько конкретно часов сна вам нужно и, исходя из этого, ставить будильник. Поскольку один цикл сна длится 90 минут и всего нужно пройти 5 циклов, в среднем взрослому человеку должно быть достаточно 7,5 часов сна. Номер два. Пропускать прием душа. Пожалуйста, не делайте этого. Каждый день нас заваливает рабочими и другими вопросами, которые мы вынуждены оперативно решать. По словам лектора из Гарварда доктора Шелли Карсон, утренний душ облегчает поиск решений, поскольку помогает мозгу собраться и уменьшает вероятность отвлечься на внешние факторы. Душ позволяет мозгу генерировать новые и креативные идеи, так что никогда не пропускайте утренний душ после пробуждения, даже если все идеи будут сырыми. Номер три. Принимать горячий душ. Несмотря на то, что по утрам нужно принимать бодрящий мозг душ, убедитесь, что он не горячий. Тепло расслабляет тело, так что горячий душ с утра вызовет желание заползти обратно в постель. Холодный душ, напротив, принесет много пользы. Он помогает освежиться, стимулирует активность мозга и укрепляет иммунитет. Холодная вода, в отличие от горячей, не сушит кожу и придает волосам здоровый блеск. К тому же исследования показывают, что люди, регулярно принимающие холодный душ, могут сбросить около четырех килограммов в год. Это потому, что организм начинает генерировать тепло, чтобы согреться, и для этого сжигает лишние калории. Номер четыре. Проверять телефон. Исследования показывают, что 80% владельцев смартфонов первым делом по утрам проверяют телефон. Большинство из нас хватается за телефон сразу после пробуждения, чтобы проверить социальные сети. Но то, как пройдет день, зависит от того, как пройдет утро. Если вы хотите, чтобы день был продуктивным, прекратите тратить время на слежку за жизнью других людей. И тратьте больше времени на свою. То же самое касается того, чтобы первым делом по утрам проверять рабочие имейлы. Оставьте это до офиса. Лучше включите какую-нибудь музыку, проведите время с любимыми людьми или приготовьте вкусный и полезный завтрак. Номер пять. Собираться в темноте. Кому захочется по утрам первым делом открывать шторы или включать свет? Нам нужен постепенный переход в день. Правильно? Ну, на самом деле нет. Неправильно. Эксперт из Национального фонда сна Натали Даутович объясняет, что сборы в темноте заставляют мозг думать, что сейчас все еще ночь. Так что в итоге вы чувствуете себя зомби. Чтобы этого избежать, впустите солнце или включите свет. Ваши глаза не вытекут из глазниц. Обещаю. По утрам вы часами роетесь в шкафу, спрашивая себя, что же мне сегодня надеть? Утро – достаточно напряженное время. Так не делайте его хуже, тратя время на выбор одежды. Чтобы упростить выбор, сократите количество имеющихся вариантов. Стив Джобс из Эппл носил свои легендарные джинсы и черную водолазку не потому, что пытался сэкономить, а потому, что знал, что его время бесценное. Выделите часть шкафа специально рабочим нарядом. Если у вас униформы или строгий дресс-код, который требует черный пиджак и белую рубашку, держите в этой части только эту одежду. Постоянно избавляйтесь от хлама в гардеробе и выбрасывайте вещи, которые больше не носите. Также держите в другом месте одежду не по сезону. Номер семь. Есть хлопья. У-у-у, это пожиратель хлопьев! Стандартная 60-граммовая порция хлопьев содержит около 4 столовых ложек сахара. Все, что она делает, это поднимает уровень сахара в крови до небес. И как только прилив сахара истощается, на вас нападает усталость и вялость. Также по утрам лучше не есть молоко, йогурт и фрукты, если вы добавляете их в хлопья. Диетолог Челси Амер говорит, что на самом деле с утра полезнее съесть кусок пиццы, чем тарелку хлопьев. Хе-хе-хе, звучит отлично, как по мне. Пицца содержит белки, жиры и углеводы. Вот почему такой завтрак сбалансирован и заряжает энергией. Просто помните, что нельзя есть больше одного куска. Кроме пиццы, чтобы хорошо начать день, можно есть яичницу, творог или нежирное мясо. Номер восемь. Чистить зубы после еды. После еды зубная эмаль становится уязвимой. Особенно, если вы только что ели продукты с высоким содержанием лимонной или фосфорной кислоты. Такие, как фрукты, цитрусовые или газировку. Вместо чистки после завтрака просто прополощите рот водой и воспользуйтесь зубной нитью, чтобы убрать любые остатки пищи. Перед чисткой зубов всегда ждите 30 минут после еды. Это даст рту время произвести достаточно слюны, которая служит защитным слоем для зубов. Слюна нейтрализует кислотность и укрепляет зубы, помогая им усваивать кальций. Чтобы усилить выделение слюны, можно пожевать жвачку без сахара или съесть кусочек твердого сыра. Номер девять. Пить черный кофе. У большинства из нас утро начинается сразу с чашки бодрящего кофе. Но чашка кофе сразу после пробуждения увеличивает уровень кортизола, что может привести к тревожности. А если вы пьете кофе на голодный желудок, вы рискуете словить приступ гастрита. Исследования показывают, что лучшее время для первой чашки кофе через 3-4 часа после пробуждения. Но если вы на самом деле не можете так долго протянуть без кофе, добавьте в него немного молока или сливок. Так вашему желудку будет легче. А если этого недостаточно, чтобы вы проснулись, может, стоит подумать о более качественном сне. Я лучше выберу двойной латте. Номер десять. Сразу заправлять кровать. Это вещь, которой нас учили в детстве. Но, может, наши родители не знали, что если заправлять кровать сразу после пробуждения, это создает идеальную среду для размножения пылевых клещей. Это не только звучит жутко и отвратительно. Пылевые клещи могут привести к астме и довольно неприятным аллергическим реакциям. Если сразу заправлять кровать, влага на простынях, оставшаяся после вашего тела, не сможет испариться. Ученые даже советуют полностью снимать одеяло с кровати после пробуждения, чтобы дать простыням высохнуть. Потому что никто не хочет спать в бассейне с клещами. Мда, это только что испортило мне завтрак. Мы знаем, что очень сложно резко отказаться от всех этих привычек. Но почему бы не начать хотя бы с одной? Какую вы выберете? Расскажите нам в комментариях. А еще держите нас в курсе своего прогресса. Лайкните видео и поделитесь им с друзьями. Всегда проще начинать что-то новое вместе. Если вы впервые на нашем канале, не забудьте подписаться и оставайтесь с нами на яркой стороне жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!